Мы продолжаем знакомиться с музеем истории и достижений «Газпром Трансгастонс». Мы находимся в зале, который посвящен человеческому потенциалу и кадровой политике компании. Перед вами детализированный макет спортивного комплекса «Гармония», который был построен в рамках программы «Газпром детям». Здесь проводятся не только спортивные соревнования, но и форумы, встречи, конференции, мероприятия всероссийского уровня. С помощью сенсорной панели можно провести 360-градусную экскурсию внутри объекта. Внутри макета, вы видите, проходят спортивные мероприятия и занятия, а снаружи – старт нашего традиционного велопробега. За 10 лет он достиг межрегионального масштаба, и если в 2011 году стартовали 100 человек в городе Томске, проехав 40 километров пути, сейчас свыше 2000 газовиков по всей трассе предприятия в 14 регионах России преодолевают около 1000 километров. Кстати, количество велосипедистов здесь точно равно количеству стартовавших участников в Томске в 2017 году – 464 человека. Рядом со спортивным комплексом – витрина со спортивными достижениями нашего предприятия. Здесь расположен факел, в котором пронес «Олимпийский огонь» Анатолий Титов, удостоенный чести стать участником эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». На фотографии мы видим и второго фиклоносца нашего предприятия – Александра Менгунова. А внизу расположены дипломы и кубки, завоеванные нашим обществом на спартакиадах публичного акционерного общества «Газпром». В витрине слева представлены премии правительства Российской Федерации ПАО «Газпром» в области качества. Внизу также расположены дипломы и кубки гран-при, завоеванные творческими коллективами общества на корпоративном фестивале «Факел ПАО «Газпром». Перед вами макет жилого комплекса «Газпром Трансгастомск» в селе Вертикос. Здание отличается удобством, комфортом, функциональностью. В жилом комплексе есть гостиница, служебные квартиры для специалистов и их семей, столовая, комната отдыха. Рядом с ВЖК расположена детская площадка, неподалеку мемориал, установленный в память о жителях села, погибших во время Великой Отечественной войны, и церковь построена на пожертвования жителей и газовиков. Комплекс расположен в глухой тайге, на Томском севере, в красивом месте, на крутом утесе. Внизу постирается излучина обеих. Производственные успехи, социальные акции, благотворительные программы, исторические и значимые события из жизни «Газпром Трансгастомск» хранит мультимедийное фотопанно. Это фотолетопись нашей корпоративной жизни, где фотографии четко структурированы. Выбираем одну из тем и запускаем ее на экран. Перед нами появляется набор наиболее содержательных и ярких фотографий. В инсталляции их всего более двух тысяч. Мы продолжаем знакомство с инсталляциями нашего музея. Зона погружения руководителей компании содержит информацию обо всех руководителях нашего общества, начиная с 1977 года. За это время в компании работало 54 заместителя генерального директора и 108 директоров филиалов. По каждому из них составлена биография и соответствующий медиа-архив. Удобная система поиска дает возможность изучить структуру предприятия по годам, а также всю информацию о каждом руководителе самостоятельно. Перед вами зона погружения фото-видео-архив. Здесь использовано более 300 тысяч фотографий и примерно 12 тысяч часов – это 500 суток просмотра видео. Наличие такого объема материалов говорит само за себя. В терминале предусмотрен удобный поиск информации по ключевым словам, фамилиям. Зона погружения предназначена для самостоятельного знакомства и работы с экспозицией. Мы поставили перед собой амбициозную цель – все фотографии подписаны. Это позволяет найти каждого человека, который был запечатлен на фотографии хотя бы один раз.